Всем доброе утро. Большое спасибо за приглашение и за добрые слова мне. Но без наушников я ни слова не понимаю, естественно. И, к сожалению, по-русски я не говорю, поэтому я буду говорить все-таки на английском, может быть, с португальским акцентом. Если будут вопросы, я могу повторить. Если вы поднимете руку, зададите вопрос. Остановите меня. Если вы не поймете меня, не удивляйтесь. Моя жена вообще меня никогда не понимает. И ничего, живем как-то. Итак, сегодня это серьезный вызов для меня, потому что я буду говорить о автоматизации теста АПИ. И, в общем, я собирался в группе, было всего 16 человек, и мы практически все это делали сегодня. Вас гораздо больше, и каждый не сможет практически это сделать, но я вас познакомлю с концепциями об автоматизации теста АПИ. И после небольшого перерыва мы будем говорить об инструментарии. Я покажу вам три разных инструмента для этого, покажу, как вам использовать их, но я вам не скажу, какой именно инструмент вы должны будете выбрать. Это уже ваше дело. Вы должны будете понять ваш собственный контекст, а уже будете потом выбирать тот инструмент, который больше будет заточен под ваши нужды и потребности. В начале. А вообще АПИ, что это такое? Вы знаете, что такое АПИ? Интерфейс программирования приложений. Мы все говорим АПИ на всех языках. Это не новая вещь. Зародилась она еще в 60-е годы, и, собственно говоря, тогда АПИ помогали нам соединяться с операционными системами, с железом. Все это было на уровне таких библиотек. Это все программные интерфейсы. Позднее, уже в 70-е годы, появились системы коммутирования также. И мы развивали ту же самую концепцию для удаленного доступа, чтобы соединяться не только с местными локальными АПИ, с локальным железом, но также через свечи связываться удаленно. В 80-е и 90-е возникло что-то совершенно новое. Возникло промежуточное программное обеспечение, рассчитанное на передачу данных. Очень много делалось те времена. И также возник протокол простых объектов. То есть можно было получать доступ к удаленному АПИ и обмениваться файлами XML. Но самое интересное, собственно говоря, возникло уже в 2000-х, когда мы стали говорить о РСС, то есть это передача состояния. Это означало, что мы могли менять объекты, перенося их, можно сказать, с одного места на другое. Говорили об этих состояниях. Это были новые подходы, хотя мы могли делать то же самое, что и по старинке, но уже быстрее и проще нам это было делать. И тогда мы стали очень много говорить о микроуслугах. Мы продвинулись значительно в истории АПИ от первоначального времени, когда мы просто используем на том же самом компьютере, на одном компьютере АПИ, потом АПИ с удаленных компьютеров, серверов, которые сидели на АПИ. А сейчас мы говорим об АПИ, которые сидят внутри решения. Делаем решение, и коммуникация идет через АПИ, которые внутри, и это означает, что значительно увеличилось количество членов этих сидящих в АПИ на протяжении последнего ряда лет. Когда мы говорим об АПИ, мы очень четко обрисуем методы, которые нам здесь нужны. И есть набор или множество функций, которые мы можем вызывать. Они в общественном доступе, они хорошо уже четко определены. Мы знаем, что будет на входе, мы знаем, что ожидается на выходе. Мы можем интерактировать систему, используя эти АПИ. И в настоящее время вы можете найти частные АПИ. И есть также система открытых ключей, публичные АПИ, основные главные сервера сейчас, собственно говоря, и услуги, которые оказываются. Все это можно делать через эти АПИ, через интерфейсы, покупать что-то, картировать. Разные самые вещи можете делать, финансовые сделки и так далее. Все это можно использовать с помощью таких публичных АПИ. Вы можете подключаться к различным услугам и добавлять ценность, то есть строить цепочку добавленной стоимости, добавляя разные услуги. Не надо ничего создавать с нуля теперь. Когда мы говорим о тестировании этих интерфейсов, этих АПИ, мы смотрим, как все это функционирует, как это взаимодействует с этой услугой, между того, чтобы интерактировать с ЮИ, то есть с пользовательским интерфейсом. И проблема в настоящее время заключается в том, что интерфейс этот не только для программистов, для разработчиков софтов. Раньше первые АПИ были также и для других целей. Целей были специальные системы тестирования для тестирования АПИ, а сейчас АПИ – это просто еще один интерфейс, все равно как ЮИ. И иногда единственный интерфейс, который для тестирования имеется, вот именно пользовательский интерфейс. Кто-нибудь из вас делает тестирование АПИ? Хорошо. Вручную или автоматизированную? Автоматизированную, да? Хорошо. Замечательно. Ну, и, может быть, некоторые вещи из того, что я буду говорить для вас уже не новые, наверное. Ну, то есть, вот эта ссылка, и недавно было пройдено исследование SmartBear, они говорили, что сейчас тестировщики делают такое тестирование и пользовательского интерфейса, и АПИ. где-то 60%. А что касается остальных из вас, ребят, вы пока еще не тестируете АПИ, скоро уже начнете, потому что количество АПИ даже еще больше будет возрастать. Если в будущем, если сейчас еще этого не делаете, то я думаю, что вы должны быть к этому уже подготовлены, потому что это к вам придет все равно. Что касается будущего, что мы можем ожидать, когда речь идет о тестировании АПИ, вы знаете, что в настоящее время, по крайней мере, в нашем контексте, тут разные методы, и, честно говоря, я не знаю, в каком контексте вы здесь работаете, что применимо, что нет. Если это будет неприменимо, вы тогда дайте мне знать. Но в том контексте, который мне хорошо известен, как раз есть много этих запросов. Каждый хочет работать все быстрее и быстрее. У них требования, чтобы быстрее все это шло быстрее, передаваясь данные. Это сейчас такой сумасшедший и безумный тренд в наше время. Каждый хочет делать все очень быстро. Вместо того, чтобы думать больше о качестве, мы измеряем количество тех транзакций, которые мы делаем в час, в день. Там неважно все, что мы делаем в компьютере, то есть рабочее время. Но это получается полное дерьмо иногда, не зная, будут ли это переводить. Но просто получается, что мы иногда в дерьме, потому что стремимся к быстроте, а о качестве забываем. Большинство компаний на это прям заточено. Быстрее, быстрее, быстрее других. И, собственно говоря, вот именно быстроту они используют как некую меру качества. Но ведь это наш мир. Мы должны его сделать удобным для нас. Ну, понятно, что быстрота совершаемых действий тоже важна, но важны и другие вещи. И поэтому мы должны также обращать внимание на другие вещи. Ну, конечно, DevOps, то есть мы работаем, мы постоянно что-то разворачиваем. Мы делаем постоянную интеграцию. Вы делаете постоянную интеграцию? И следующая стадия постоянной запроса, да? Постоянное разворачивание новых функций, да? А вы знаете, в чем они отличаются все друг от друга? Да? Нет? Я тогда объясню. Непрерывная интеграция. Вы код пишете, компилируете его. Но это несложно. Это достаточно просто осуществить. Когда мы переходим к следующей стадии непрерывной запроса, то есть вы этот код пишете, вы его уже проигрываете через разные тесты, чтобы перевести его из одной стадии в другую, с одной среды в другую. Но дальше еще неизвестно, пойдет это в производство или нет. Это бизнес-решение, это ручное решение. Может быть, это будет просто клик один, но всегда этот клик будет основан на бизнес-решении, делать это или нет. Это непрерывное разворачивание. Но это уже другая крайность, когда вы все это делаете, но для вас это нирвана, в том смысле, что вы делаете уже автоматически. Девелопер вначале пилит этот код, дальше проходит через различные тесты, различные стадии, разные тесты, кстати, на разных стадиях идут. Затем это уже выходит в производство, вы его выкатываете без ручного промежуточного какого-то действия. Постоянно, то есть это все автоматизировано вот так сплошным образом, но завис, конечно, от контекста. Сейчас в мире очень много конференций происходит, а постоянно говорят об этом непрерывном развертывании, что это самое лучшее в нашей работе. Ну и, допустим, у вас есть веб-сайт для вашего использования, ну, например, это социальная сеть для молодежи, это будет хорошо. Или, например, самолет, допустим, программный продукт для самолетов. Ну, я уже слышал странные истории по поводу различных программных продуктов, используемых как раз вот в авиации. Тут, может, это не обязательно. Что касается спутников, сателлитов, это очень критический программный продукт. Здесь нам не нужно такое вот полностью автоматизированное непрерывное развертывание. Ну, в любом случае, если только вы не находитесь в каком-то очень специфичном узком рынке, рано или поздно вам придется думать о том, что надо будет принять это непрерывное развертывание, автоматизированное полностью, автоматизированное тестирование. А иначе вам придется снова и снова повторять все эти тесты. И невозможно говорить о непрерывном разворачивании без того, что вы не будете действительно внедрять постоянное непрерывное автоматизированное тестирование. Что касается автоматизированного непрерывного тестирования, вызов заключается не в самой имплементации, то есть осуществлении, а вопрос заключается в том, что надо выбрать, какие тесты и какой уровень тестов и объем тестов вам следует делать на каждой стадии. Вот это уже секрет нашей профессии. Большинство из команд, с которыми работаю в настоящее время, они начинали с того, что старались все наборы, все множество тестов провести через каждую стадию. А вы вместо этого должны понять, что важно, какой объем тестирования, какие именно тестирования делать, тесты делать на каждой стадии, чтобы это был ваш пайплайн, постоянный такой контуит сделать. И вот также миграция данных, и очень много компаний приходят от традиционных архитектор к микроуслугам и к микросерверам. И даже те, которые традиционны, например, в своей деятельности, как банки. Банки консервативны обычно. Ну, в Португалии сейчас у нас есть банки, которые отходят от компьютера Mainframe на Java. Они переходят от крупной архитектуры к микросерверам, где разные компоненты и микроуслуги, все микрокомпоненты в финансовых транзакциях, они рассматриваются как отдельная услуга, как отдельная API. То есть вместо того, чтобы что-то одно, крупную масштабную программу разворачивать в одном банке, в большом вы можете разворачивать независимо такие микроуслуги. А для тестировщиков, что это означает? Очень-очень большие объемы тестирования. И если мы не подготовлены к тому, чтобы все это абсолютно тестировать, то придется что-то новое еще придумать. Вы знаете термин? Исключительно тестирование полное, исчерпывающее. Это невозможно. Нет такого, чтобы было исчерпывающее тестирование. Все равно это, можно сказать, бесконечная работа и последняя часть. Это интернет вещей. Есть ли у вас какой-нибудь девайс, какой-нибудь гаджет, какое-то устройство, которое можно назвать интернет вещей? Но какое-то умное устройство, там электро для домашнего. Есть какие-нибудь умные гаджеты, умные вещи? Несколько, мало. У кого это есть, да? Для большинства из вас, то есть для этого требуется выделенный интерфейс. Я вам покажу сейчас. Ну, мы еще об этом будем говорить позднее. Но для большинства из этого вам нужен выделенный интерфейс для таких умных девайсов. Ну, вот для некоторых есть, собственно говоря, сервера, которые предоставят вам все остальные API. Ну, вы можете видеть, что количество API на протяжении вот ближайшего ряда лет будет экспоненциально расти. А общее количество API, которые сейчас имеются и те, которые появятся через год, через три года, через десять лет, это безумное количество, просто сумасшедшее. И каковы основные опасения, когда мы говорим о тестировании API? Первое – это функционал. Если мой API выдает правильные результаты, то есть это основная деятельность для тестировщика, нужен какой-то ввод, валидация, ожидаемые результаты, которые должны получить на выходе. Но в настоящее время важно также говорить о функционалии, как будут себя вести эти API, об их эффективности. И у вас же нет такого, что только один запрос – пошлите все это на сервер. У вас очень много разных девайсов, которые будут посылать небольшие запросы на вашу API, и если вы не будете следить за эффективностью этого, то ваша услуга просто не будет оказана. Это вот последний момент здесь – безопасность. Безопасность также весьма важна, поскольку в прошлом, и если посмотреть на энергетический сектор, в прошлом, единственное, что вы могли найти на веб-сайте по поводу энергетики, энергии, ну, в основном, это информация, сколько энергии было произведено, и все, это вот годовые отчеты компании. А позднее вы могли уже этот интерфейс подключить, чтобы узнать, какая энергия производится и как она производится, в каких объемах, в режиме реального времени. В настоящий момент мы пошли еще дальше в этом процессе. В настоящий момент, возможно, также не просто считывать эти данные, но также с ними взаимодействовать, интерактировать. Прежде чем приехать на эту конференцию, я посмотрел новости о Великобритании и, что касается России, энергетические компании в Великобритании хотят выйти, также с IPO и так далее. Ну, если вы хотите полностью контролировать ситуацию, то вы должны думать о безопасности, потому что что, если будет отключение энергетическое по всей стране? Пренебрежение аспектами безопасности может быть, конечно, опасным. Наконец, удобство для пользователя – это также важный аспект. Сегодня от наших мобильников мы не ожидаем сбоев. Мы не ожидаем, что онлайн-службы будут работать с 6 до 9. Нам нужна полная доступность. Мы же не выключаем наш компьютер после 9 вечера. Нам нужны сервисы в течение всей недели 24 на 7. Говоря о веб-сервисе RESTful, надо отметить, что это программный интерфейс, который, API, который достаточно просто работает с базовыми запросами. Можно публиковать, удалять, использовать некоторые функции. Это наиболее частые из них. Тестируя веб-приложения, вы чаще всего используете именно эти функции. Работа с ними важна, потому что именно эти команды, post, get, put и delete, они имеют наибольшее значение для запросов по API, если говорить о веб-сервисе RESTful. Эти команды используются для тестирования, и их предназначение понятно. Это достаточно простой подход по сравнению с некоторыми специализированными методиками. Количество данных и их обработка гораздо проще. Чем в других методиках. И более того, этот метод эффективнее, если говорить о сетевых разработках. Если посмотреть на текстовый файл, XTML, вы увидите, что размер файла может значительно увеличиться. Если вы попытаетесь форматировать этот файл, по этому методу будет гораздо проще. Итак, кто является целевой аудиторией для этого сервиса? Кто производит его? Кто пользуется им? На эти вопросы важно ответить, потому что мы должны знать пользователей, которые будут обращаться к кэшу, например. Предоставляя интерфейс, мы не интересуемся, что происходит на разных уровнях. Нас интересует только API. То есть, мы абстрагируемся от конечного пользователя и предоставляем однородный интерфейс для всех. Разумеется, JSON – это хороший способ, который позволяет ответить на эти же вопросы, где присутствует минимальный набор типов данных, которые достаточно понятны и хорошо считываются. Это очень важно. Мы можем считывать данные, не применяя для этого специальный инструмент. Но нам надо трансформировать эти данные в то, что можно далее использовать в API, потому что это применимо на всех языках. Данные устройства, как правило, нуждаются в оптимизации сетевого трафика. Мы говорим об устройствах малого размера, конечно, когда они подключаются, им необходима оптимизация трафика. И, конечно, необходимо регулировать масштаб компетизации, также хранилища памяти и энергопотребление. Все эти аспекты необходимо оптимизировать. Конечно, у REST есть специальный протокол, не оптимизируемый под эти аспекты. Вам необходимы инструменты, которые будут взаимодействовать с этим протоколом. Вы можете работать с физическим устройством, с каким-то сервисом в сети, но вам все равно необходимо взаимодействовать с приложениями, использовать эти устройства для оптимизации. Таким образом, необходимо использовать специально предназначенный для этого и оптимизированный протокол для работы с устройствами, которые будут взаимодействовать с ними. Например, я знаю, что одна из моделей Philips использует веб-интерфейс и спецпредложения, которые будут взаимодействовать с, например, регулированием освещения. И здесь действует также простой REST протокол API, который можно применять непосредственно для конкретной модели. Значительно... И эта тенденция усилится в следующие годы. Я думаю, что сейчас не помешает сделать перерыв. Далее я буду говорить о трех разных инструментах для автоматизированного тестирования. Для меня это тоже непростая задача. Если у вас сейчас есть вопрос, я думаю, у нас есть 10 минут, чтобы ответить на них. Если стесняетесь, то переставайте и задавайте вопросики. Кто-нибудь, поднимайте ручки, давайте. Неужели все понятно? Не может такого быть, чтобы на 100%. Работаете вы ли с тестированием интернета вещей? Выполняете ли вы непосредственное тестирование устройств? Да, я уже начал работать в этой сфере в системе Smart Meters. Вы не знаете, что это такое? Например, в Великобритании используется это устройство. Например, в доме у вас есть газ, электричество. И как вам узнать расход и сколько платить за них? В Португалии, например, кто-то приходит к вам домой и они измеряют показатели счетчиков примерно раз в три месяца. Каждый месяц вы оплачиваете счета, а каждые три месяца вас ожидает сюрприз. Больше вы заплатили или меньше? Возможно, гораздо меньше и вам придется доплатить очень много. И благодаря смарт-счетчику вы знаете, сколько вы тратите энергии в месяц. Иначе это будет просто неэффективно. Смарт-счетчики это специальные устройства, измеряющие объем используемого газа или электричества, обновляющие напрямую данные, отправляющие их на центральный сервис. И вы всегда знаете, сколько вы потребляете электричества, сколько вам платить и так легче контролировать случаи мошенничества. Сложно ли протестировать данное устройство на предмет безопасности? Защитить его от потенциальных атак на безопасность? Да, проблема заключается в том, что сегодня, например, если у вас есть машина, то одна из частых проблем будет, если у вас сим-карта для GPS. И когда началась вся эта тема GPS, мы не думали о безопасности, но на самом деле вы также получаете уведомление о том, что необходимо заменить масло, проверить тормоза. Получаете предупреждение, это несколько пугающее, потому что система знает больше о вашей машине, чем даже вы, которые управляете каждый день. И вся эта коммуникация, конечно, небезопасна. но никого это не беспокоило. Тем не менее, сегодня безопасность становится все более важным аспектом, поэтому мы перемещаем все эти протоколы на более безопасный уровень, обеспечивая более безопасную коммуникацию и идентификацию на самых разных уровнях. Безопасно ли это уже? Нет. Нам еще предстоит проделать большую работу на рынке и проблемы безопасности присутствуют по всему миру. Если вас интересуют вопросы безопасности, могу сказать, что здесь вас ждут большие возможности, потому что эти ресурсы еще предстоит достаточно много развивать. может быть еще надуман. Кто-нибудь? О, да. Вы рассказали о преимуществах РЕСТа. Можете ли пояснить, существуют ли случаи, когда другое протокол лучше использовать, чем РЕСТ? Да, когда вам необходимо поддерживать определенное состояние протокола между запросами, тогда необходимо использовать СОП. СОП используя СОП СОП с разными протоколами передачи. Вы можете использовать СОП, например, по электронной почте, например, отправляя письмо с вложением СОП и таким образом осуществляя транзакцию через электронную почту, используя разные протоколы. сервисные месседжения с помощью СОП на уровне транспортировки. Если вы используете РЕСТ, то ваш уровень ACTP. Если же это не ваш случай, то тогда РЕСТ, наверное, будет оптимальным решением. Если же вам необходимо поддерживать состояние между запросами, тогда можно использовать СОП, например, если мы говорим о умном освещении, то здесь речь идет о поддержании состояния между запросами, потому что вы говорите о системе включить свет и поддерживать его в таком состоянии. Если вам необходимо изменить состояние, вы направляете запрос соответствующий. это гораздо проще, если вы используете РЕСТ, и это преимущество данного протокола, так как он оснащен разными функциями, подходящими на разных уровнях. Может быть, кто-нибудь еще желаете пообщаться с гостем? Нет? Но у нас еще будет куча времени. О! Бегу, бегу, бегу. Меня зовут Денис, и у меня следующий вопрос. Почему вы разделяете тестирование функциональности и безопасности на две категории? Насколько я понимаю, тестирование безопасности, например, тестирование авторизации, транзакции безопасности, связано с функциональностью, но вы разделяете их на две категории. Это две разные вещи, вот почему. Можете привести реальные примеры тестирования безопасности? Даже для входа в систему, и вход в систему это функционал безопасности. безопасности. Вопрос, можете вы войти в систему или нет, это уже функция безопасности. Если вы способны обойти функционал безопасности и попасть в систему без каких-либо проблем, это уже тестирование безопасности. Если я использую форму для входа в систему, использую целийные формы аккредитации, это уже функция безопасности для моей системы. если я могу получить доступ к данным, которым я не должен получать доступ, если я могу обойти систему безопасности, использовать функцию входа в систему для нецелевого предназначения, это уже тестирование безопасности. Система безопасности интегрируется в общую систему, это те вещи, которые я вправе или не вправе делать с этой системой. Поэтому мы безопасность рассматриваем как функцию нашей системы, которая должна будет тестироваться с функциональной точки зрения и проходить соответствующие процедуры проверки. Например, если нам надо исследовать базу данных, это функциональность, но если вы пытаетесь получить доступ к данным неавторизованной, то это уже вопрос безопасности. Здесь необходим разный набор инструментов, навыков, но для базового тестирования безопасности вы можете выполнить эту проверку. То же самое относится и к API. Одним из инструментов, который способен создать функциональный тест с учетом API может быть использован и для выполнения проверок на безопасность. Я ответил на ваш вопрос? вопрос. Спасибо.